На одном столбе аж три знака было. Кто-то уронил. Слушайте, это мой соратник, потому что моя бы воля и была бы сила, я бы ходил и ломал бы к чёртовой матери вот эти вот столбики с огромным количеством этих знаков. Вот там стоит. Вот видите, как с ума сходят? Но они не сходят с ума. Я уверен, что в этом есть какой-то хитрый умысел. Все эти знаки стоят деньги, все эти столбы. Смотрите, под пешеходные знаки, их здесь четыре штуки, а они двухсторонние, их восемь штук, сделаны специальные вот такие огромные толстые столбы. Это вот для того, чтобы установить вот этот поставлен металлический столб. Как вы думаете, сколько он стоит? Сколько стоит вся эта конструкция? Вот это вот, вот это. Это на каждом пешеходном переходе. Неужели кто-то хочет сказать, что вот это вот всё увеличило безопасность, привлекло внимание и так далее? Ну, можно их сделать ещё в два раза больше. Можно повесить не восемь знаков на одном пешеходном переходе, а двадцать восемь? Ну, предел-то есть вообще? Глупости предел? Ладно. И просто увидел сейчас вот это вот и порадовался. Господи, думаю, ну как же хорошо. Ну, он временный был. Вот такая ситуация. И конца края этому нету, видимо. Это беспредел, который может, наверное, закончиться только с завершением, с финалом системного кризиса в управлении, системного кризиса в городе, в стране. Потому что алчность торгашей, которые дорвались до власти, она не имеет меры. А вот я уверен, что количество, увеличение количества даже под знаком как бы добрых пожеланий, то есть под знаком благотворительности, под знаком якобы заботы, это алчность под знаком заботы. Я в этом убеждён. Пусть меня кто-нибудь разубедит, что восемь знаков с вот таким вот металлическим столбом это делается во благо людям, для того, чтобы предохранить пешеходов. Наверняка есть гораздо более дешёвые способы для этого. Да, господи, всё понятно. Всё понятно. Пока. 25 июня 2019 года такой экспромтный архнадзор.